здравствуй зритель на онт пропаганда хотя нас этим словом пытаются задеть но мы продолжаем доказывать что пропаганда может быть разной и даже такой субъективной и лофтовой в ближайшие 20 минут мы расскажем о событиях прошедшей неделе о самом главном но не только о нем меня зовут игорь тур это моя пропаганда начнем справедливость вселенной начинается с гармонии в тебе почувствуй справедливость овсяные хлопья и кусочки темного шоколада в новом печенье за спартак за спартак за справедливость я для начала у самой внимательной части своей аудитории хотел бы попросить извинений в одном интервью коллегам на вопрос как я отношусь к желанию людей чтобы наступили перемены я ответил я тоже хочу перемен любой адекватный человек хочет перемен само собой мы тогда говорили про события августа 2020 и вот этот вот пустой тезис оппонентов о том что перемен но каких перемен никто не пояснял и поэтому лозунг так и остался бессмысленным но прошло много времени и вообще текущие условия нашей жизни формируют очень благодатную почву для ускоренного развития в взросления и самокопания с философскими рассуждениями о том как устроен мир и как устроены мы сами так вот я отзываю те свои слова про желание перемен у любого адекватного человека я поясню почему например демократическая иллюзия перемен с постоянными сменами президентов так уж устроен мир и человеческая психология кому-то будет обидно но очень многие люди хотят перемен ради перемен и к сожалению им этого уже достаточно возьмем условную францию где количество протестов и митингов гораздо больше белорусских если лгбт на площади это демократия если на площади желтые жилеты это протесты не перепутайте и вот есть у французов президент оланд и вот французы хотят перемен и вместо оланда приходит макрон и французы начинают радоваться ну вот перемены и на какое-то время они абсолютно счастливы будучи уверены в том что у них случились перемены им замены франсуана эммануэля достаточно но штука в том что кроме замены имени и фамилии кроме другого лица на французских телеканалах во франции не произошло никаких перемен произошла иллюзия перемен будь сейчас президентом оланд политика парижа была бы ровно такой же а разность территорий двух президентов это только иллюзия перемен а не перемены хотя справедливости ради во франции после деголя и ширака перемены в руководстве были но это были перемены как деградация и вот эти вот псевдо перемены пытаются навязать и нам мол то что у вас лукашенко у власти долга это отсутствие перемен это плохо так быть не должно и предлагают нам западную модель которая по сути такая же европейская стабильность никакие это не перемены замена одной говорящей головы на другую вот и все они псевдо переменами утоляют желание своих людей к переменам дурят французов и хотят дурить еще и нас единственный рабочий инструмент этому противостоять это политически воспитывать наше население чтобы люди лучше разбирались что есть перемена что есть обманка если перемен требует сердца то голова требует прогресса самый показательный пример это конечно же наша любимая украина которую толкнули в водоворот перемен когда вроде как все ну очень демократично просто перемена за переменой а по сути все то же самое из двух нехороших людей выбирают наименее нехорошего как говорил зеленский в своем сериале по сути то то же самое меняются на украине президенты меняются их команды министры генералы меняется риторика и публичное заявление а по сути никаких перемен на украине не было много лет несмотря на все их майданы как и было что киев находится под управлением вашингтона так и осталось как были в приоритете на украине интересы местных олигархов и приезжих корпораций так и осталось как заполнялись дыры в экономике за счет самых бедных слоев населения так они и заполняются а люди при этом еще и радуются смотрите перемены у нас новый президент это демократия вот сейчас заживем и не зажили потому что не было никаких перемен или были перемены ради перемен бессмысленные и беспощадные и про беспощадные я сказал не зря то что людей убивать стали сотнями и тысячами прямо в украинских городах начиная с 2014 и закону было на это наплевать это ведь тоже перемены но уже страшно я не хочу таких перемен мне не нужны перемены ради перемен мне как гражданин этого недостаточно чё же я хочу я хочу перемен которые бы реально приводили к позитивным изменениям для меня для всех граждан страны для всей страны а позитивные перемены называются прогрессом так вот мне не нужны перемены мне нужен прогресс по всем направлениям настоящий прогресс действительно фактически броня если кто не понял это отсылка к булгакову и мне не нужна иллюзия перемен с перестановкой действующих лиц я знаю кто в моей стране 26 лет отвечал за прогресс которого мы безусловно достигли и во многих сферах и в общем я знаю что это сильный и мужественный человек и мы не раз видели эти качества в действии и я точно знаю что этот человек готов и дальше к прогрессу по всем направлениям так вот мне кажется это уже мнение для генералов медиа сферы и для лично главнокомандующего что практика публичных лекций главы государства о геополитике которая активно используется некоторыми другими президентами сейчас будет прогрессом для нашей сферы я поясню в четверг прошло заседание совета безопасности с участием президента и как бы я не пытался выбрать самые главные фрагменты выступления александра лукашенко на этом совбезе это во многом была цельная лекция лекция о геополитике причинах спецоперации на украине тактическом противостоянии нато и россии и стратегической борьбе сша против китая такие геополитические лекции нужно слушать целиком если вырвать из контекста гениальной лекции гениального педагога одну фразу эта фраза 1 никогда не будет настолько гениально как вся лекция и вот мне кажется что для нашей сферы большим прогрессом будет то если однажды я включу телевизор и увижу как лично президент читает мне и всем зрителям геополитическую лекцию для того чтобы я и все зрители лучше понимали что сейчас происходит и я буду слушать эту лекцию сколько бы она не длилась глядя через телевизор президенту в глаза и президент будет смотреть мне в глаза и в глаза миллионов зрителей и тогда каждый без помощи политических обозревателей будет учиться обдумывать и переваривать всю эту информацию и тогда каждый зритель а зрителей белорусских телеканалов очень много станет более грамотным в геополитике и вот это будут не перемены а прогресс прогресс нам нужен не перемены и за последние годы мы тоже его достигли во многом благодаря гаранту прогресса кстати говоря мы мало говорим о том что александр лукашенко не только гарант конституции суверенитета мира и стабильности наш президент гарант прогресса и гарант отсутствия пустых перемен ради самих перемен всего за несколько лет мы под колоссальным давлением но тем не менее сумели сделать так что теперь миллионы белорусов уверены мы не маленькая скромная страна в центре европы мы серьезный игрок на геополитической арене и это очень четко прослеживается в параллелях между переговорами нормандской четверки в минске и событиями прошлой недели вот тогда мы благородно но скромно предоставляли площадку а сейчас мы сильно и гордо заявили никаких переговоров по украине без беларуси не может быть переговоров без участия беларусь коль вы нас ввязали в это прежде всего западные страны там на этих переговорах естественно должна прозвучать позиция беларуси мы исходим не из того что нас в одну корзину погрузили с россией нет мы исходим из того что эта война за забором нашей страны и она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в беларусь поэтому никаких сепаратных за спиной беларуси договоренности быть не может и я абсолютно убежден и знаю что россия такую позицию понимает и в этом нет ничего плохого нет но это будет противоречит замыслу запада но это не значит что мы должны танцевать под дудку запада еще я очень надеюсь что каждый зритель пропаганды становится все более политически подкованным и это его личный прогресс который должен в том числе привести к пониманию что не обо всем происходящем будут знать все вокруг это не сокрытие правды это правило геополитики не нами придуманы не нам их и менять российские войска отведены от киева шквал непонимания почему но у этого решения есть те кто его принимал эти люди ну уж точно куда более понимающий чем мы с вами если так сделано значит у этого есть причины даже если мы причин невидимо не знаем они есть просто пока не время хотя то время может и никогда не наступить но если президент беларуси говорит зеленскому следующее значит этому нужно верить потому что президент беларуси точно много знает а если честно по украине он знает все если еще хоть немного разума осталось у руководства украины они должны понимать что после войны начнется период возрождения восстановления и если они думают что просто так вот вот бескорыстно придут западные государства и украину восстановит ничего подобного они если будут строить и восстанавливать какой-то завод в украине это будет не украинского народа завод это будет завод той страны которая будет восстанавливать таким образом жесточайшая опасность том что в украине вообще ничего не останется украинского нам же плевать на все их санкции мы даже как-то наглядно показали куда эти санкции можно и нужно поместить и вот опять же те кто за пустые перемены уверяли что мы ну вот-вот рухнем из-за санкций после августа потом были санкции за самолета протасевича сейчас санкции из-за того что мы якобы соагрессоры пакеты с пакетами все принимаются а мы не только не разваливаемся но и достигаем прогресса то есть спрос на нашу продукцию вырос и нет проблем сегодня с ее реализации потому что практически все что мы производим сегодня нужно на нашем основном прежде всего рынке в российской федерации слава богу мы за это боролись хотя все эти экономические балаболы из числа оппонентов годами говорят что вот-вот ваш лукашизм рухнет а лукашизм прогрессирует и добивается успеха мне нравится история с долларом когда якобы экономические эксперты а некоторые из них еще и экс-кандидатов президенты кричали бегите покупайте доллары скоро все ну точно рухнет еще раз из телеграм-канала главный . тур для аналитики важен доступ к полной информации для анализа то есть доступ к документам статистике понимание стратегии и возможность общения с людьми принимающими стратегические решения у того же ярослава романчука всего этого нет у него есть ноутбук публичная информация какая-то базовая статистика белстата и парочка знакомых в минэкономике которые если и строят из себя важных людей то точно такими не являются и ничего не знают контакт есть а смысла нет все эти независимые экономисты и аналитики это большой и важный но пустой внутри пузырь они может и не глупые ребята но видят только верхушку айсберга погрешность их прогнозов стремится к абсолютному максимуму но важно надувать щеки и говорить умными словами они могут конечно но это не аналитика и не прогноз это фантазии говорю это как человек читавший по юности романчука было интересно сильно и круто по факту оказывалось пустотой и чушью вообще все эти социальные сети меня лично бесит тем что мы все больше оцениваем риторику и слова они действия на словах быть львом толстым не так сложно говорю это как пропагандист разве были где-то громкие заявления что мы вытащим из украины белорусских дальнобойщиков у которых нацисты реквизировали машины и бросили в гуще спецопераций нет никто об этом не заявлял никто не хайповал на арене набирая очки сердобольной риторикой о скорой справедливости мы это просто сделали вытащили их оттуда и сказали об этом уже после того как сделали вот это правильно и нами сейчас делается многое на украине в том числе но мы это делаем молча и без популистских заявлений вот сделаем тогда и расскажу дошло до того что эти негодяи начали захватывать там наших людей прежде всего водителей автомобилей которые в то время попали туда я предупреждал украинцу что мы вынуждены будем провести специальную операцию по освобождению этих людей мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили и да сразу после новости о вытащенных из украины дальнобойщиков начался шквал искренних сообщений от славянских народов пожалуйста заберите бабушку историю с обычной бабушкой которая живет на украине который тяжело при этой фашист вующей власти которая так ждет русских ребят не невозможно было придумать я думаю многие уже видели кадры издевательства этих нациков над бабушкой с красным флагом которая подумала что они русские которая отказывалась от продуктов потому что солдатикам же тоже надо и красный флаг которой звери из вису бросили на землю и топтали флаг за которой умирали миллионы флаг великой победы священный флаг священной войны если не видели смотрите во-во встречает бабушка видите с красным флагом российские войска встречают о хорошо а ну разверните вот эту тряпочку знамя знамя разворачивайте да 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 подходите во 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 вы нас ждали ждали да и молились за вас и за путина и за весь народ конечно вот сейчас я вам же отблагодарю вот это то что вы ждали давайте мы вам дадим продукты а вам же надо главное чтобы вы за русский мир держите за путина а вот это правда а 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 Впереди. Впереди. За тот клав, который мои родители погибали. А вы наступили. Раняли. Говорили я на русском числе. На русском числе. На 6 секунд есть какая разница. На военной связи. Я не пошел к ней. Я не пошел. Не забери. Забери. Отдайте нам. Нет. Повторюсь телеграм-канала главный точка тур. Мне 33. Я потребляю колоссальное количество контента каждый день. Я, говорят, бесчувственно сухари. Но сегодня я увидел то, что повлияет на меня сильно. Такое со мной случается в четвертый раз в жизни. Бабушка. Обычная бабушка. На месте которой могла быть моя бабушка. А ведь все такие бабушки немного похожи. Или чья-то мама. Бабушка, про которую кто-то скажет, доживает. Но бабушка живет. Ей сложно, но живет. И что там, кажется, надо той бабушке? Чуть муки, чуть яйцов бить. И чай, и сахара побольше. Но у бабушки, старенькой, сухенькой, слабенькой, есть то, чего нет у многих людей. У сильных и властных. У тех, кто пришел к бабушке с этим пакетом, и этими консервами, и оружием, и презрением. У бабушки есть стержень. У бабушки есть гордость. И у бабушки есть система ценностей и идеалов, в которые она верит. Что бы ей не угрожало. Смерть, издевательство, голод. В Великую Отечественную шли защищать Родину, конечно. Но вообще шли за таких вот женщин, которые сегодня бабушки. Но за них все равно пойдут в бой. И да, я тоже пустил слезу. И да, я тоже боюсь, что бабушку нацисты убили за кадром. Но если бабушка жива, заберите ее, пожалуйста. Любой ценой. Ведь она и есть наша Родина-мать. А наша большая общая Родина сейчас под огнем. Если кто-то этого не понимает, это отсутствие прогресса в понимании геополитики. И не в Беларуси дело, и даже не в России. Большая игра, где главные противники США и Китай. Об этом нам тоже нужна лекция. Глобально это противостояние Соединенных Штатов Америки и Китая. Ну а как тут с Китаем разобраться? Если вроде тут и немалый гигант путается под ногами в виде России, да еще и тут Беларусь пристегнулась. Поэтому, грубо говоря, походя мимо, решая глобальную проблему переустройства мира, а появился новый мощный игрок Китай. Так вот, мимо походя, пытаются разобраться с Россией и с Беларусью. Что же можем делать мы, пропаганда? Мы стараемся вам рассказывать то, что есть на самом деле. И чего уж там. Нам порой обидно, если верят не нам, а какому-нибудь блогеру, которую вчера писал про секс или про спорт, а сегодня строит из себя знатока политики. Мы многое понимаем и многое знаем. Моя любимая фраза «А я же говорил». Хотя я предпочел бы говорить ее публично реже. Движение «Неприсоединение» – это как раз китайский проект, позволявший ему в те годы… Это был гениальный ход, позволявший ему в те годы… Тихонько наращивать силы. И не тихонько. Консолидировать силы не только свои, но всех тех, кто был достаточно большой, чтобы быть в случае чего объектом интереса США или СССР, но при этом недостаточно сильный, чтобы в случае чего хотя бы какое-то время продержаться. Нюанс в том, что когда вы начнете нам больше верить в интернете, наши аккаунты тут же заблокируют и удалят. Недемократично. Потому что демократия – это высшая степень рабства. Рабство базовое – это когда тебя заставляют делать то, что нужно рабовладельцу. Ты страдаешь, но делаешь. А демократия – это когда тебя заставляют думать, что ты хочешь делать именно то, что нужно рабовладельцу. А ты этому еще и радуешься. Инструменты демократии, конечно, тоньше гораздо, но суть абсолютно та же. Меня зовут Игорь Тур. Это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник. За справедливость! Ура! Почувствуй справедливость! Хрустящий вафли и молочный шоколад в новом батончике. За Спартак! За Спартак! За справедливость!